Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы наконец-то опять про визуальное. Вообще я люблю современные приложения для визуализации, они красивые и простые. И сегодня про одно такое под названием Flourish. Перевести можно, наверное, как процветание. Хотя приложение создано для визуализации данных, а данные далеко не всегда указывают на процветание. Но есть страны, в которых чаще бывает наоборот. Я знаю одну такую. Итак, они нам говорят, что мы можем добавлять собственные данные и настраивать стили и представления по собственному усмотрению. И да и нет. Действительно, тут у пользователя широкие возможности по кастомизации, но не полный peace and love. Ну то есть скорее вы можете гибко настраивать визуализацию в соответствии с вашими представлениями о прекрасном, но в рамках предустановленных шаблонов. К слову сказать, шаблонов здесь много и они связаны не только с данными, но и с чисто визуальным контентом. Ну то есть тут не только про графики. Вот, например, фотослайдер или вот. Такие вполне симпатичные карточки, причем с возможностью сортировки по полу. Вот мужчины, вот женщины. Вот так это будет выглядеть на сайте. Любой шаблон, который вы выбираете, автоматически добавляется в ваш аккаунт, поэтому лучше сразу их адекватно называть, чтобы потом не путаться. Так, а это, собственно, ваш аккаунт. Тут какие-то шаблоны, которые я насоздавал ранее. И здесь же можно что-то удалить или, например, сделать копию. Здесь можно создать новую визуализацию и новую историю. Про историю я, вероятно, рассказать не успею в этом видео, а вот про визуализацию расскажу, хотя бы поверхностно. Тут, как я уже говорил, куча предустановленных шаблонов. В работе с каждым есть своя определенная специфика, но алгоритм везде одинаковый и мы его рассмотрим на примере какого-то самого простого шаблона. А вот такой график с непонятными значениями, непонятно чего, отсортированными по годам. Ну, во-первых, здесь можно изменить тип представления. Вот такой график. Или вот такой график. Или вот такой. Ну, в общем, вариантов тут много. И по каждому графику есть дополнительные настройки визуализации. Достаточно подробные, предоставляющие широкую шкалу возможностей. Но рассказывать я про них не буду. Потому что они, во-первых, разнятся в разных графиках, а во-вторых, именно потому что их тут много. В целом, как всегда, по настройкам я вам советую метод научного тыка. Изменили значение, посмотрели, что поменялось. Разобраться можно, особенно зная английский. Но можно в настройки и вовсе не заглядывать. Даже в таком виде график выглядит весьма привлекательно. Но откуда Flourish берет эти значения непонятно чего. Вот отсюда. Дата — это данные. Это настройки того, какие столбцы будут отображаться и в каких взаимосвязях. Сейчас он у нас разбивает по годам данные из столбца B. Если мы, например, через запятую укажем еще один столбец, он подтянет данные и из него. В данном случае D. Столбец мы переименуем. Первую строку он не подтягивает в данные, а оставляет под название. Так, не знаю, какие могут быть категории в графике удоев, поэтому будем сравнивать мясо с молоком. А график переименуем в динамику развития. Вот у нас мясо и молоко. И вот у нас две шкалы. Молоко, мясо. И все разбито по годам. Так, сделаем вот такое отображение. Если мы хотим добавить что-то еще в визуализацию, просто через запятую указываем здесь еще один столбец. В данном случае C. А вот шерсть, мясо, молоко. Как вы уже поняли, свои данные можно вбивать и здесь. Но чаще, конечно, вам нужно будет визуализировать таблицы, которые уже есть. Например, в Excel. У меня таблицы никакой под рукой нет, но я сделал вид, что она есть. Точнее сейчас покажу, как это все работает на понятном примере, а потом уже на непонятном. Итак, понятный — это когда таблица примерно соответствует, в нашем случае полностью соответствует той, что в шаблоне. Я просто добавлю сюда несколько строк. Окей, сделали. Итак, нам нужно upload data files. Он понимает много форматов, включая CSV. Ну и Excel он тоже понимает. Находим нашу таблицу и просим ее открыть. Нам нужен первый лист. Он нашел 12 строк и создал таблицу. Вот они, наши последние две строки с весьма сумасшедшими значениями. Теперь нам осталось это опубликовать, но об этом мы поговорим уже в следующем видео. Как, впрочем, и о других куда более сложных вещах, которые можно делать во флоре. Вот такое оно процветание. Скидывайте, кстати, в комменты приложения для визуализации, которыми пользуетесь вы. Ну или пока не пользуетесь, но хотели бы увидеть разбор. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!